И снова всем привет, с вами Техномакс, а мы продолжаем RedMatter 2 VR, потому что я купил себе новую видеокарту, обзор будет, в смысле не обзор, а тестирование, я видео запишу обязательно, и сейчас я пробую, хочу посмотреть, как оно будет вести себя в VR в разрешении 2К, и пишу я сразу сейчас в разрешении 2К. Да, собственно, давайте посмотрим, как оно себя будет вести пока, что ведет, если честно, так себе, учитывая параллельную запись. Так, надо отсюда валить нафиг, на повышенных скоростях, блин. Фух, хорошо, что телепорт есть, а. Кстати, прикол, громкость вот этого пистолета вообще никак не зависит от настройки громкости в игре, он все равно очень громко бахает. А, ну, давайте как-то выбираться отсюда, сейчас оно уйдет. Так, тихо. Когда я пытаюсь зайти головой в графику, поле сужается, поэтому вы, наверное, заметили. Когда графон не задеваешь, вот такая хрень происходит. Все, выбираемся обратно, потому что батарея у нас уже имеется. Блин, ну почему их нельзя с пушки поснимать? Проверачиваемся. Что-то мне кажется, что оно будет подтормаживать, хотя может быть только у меня в шлеме тормозит немного изображение, не знаю. Как оно будет там на самом деле. Раньше было как... Оп. Раньше я записывал в HD, а потом делал увеличение до 2К разрешения. Ну, чтобы YouTube мне качество сильно не херил. А сейчас я пытаюсь записывать напрямую в 2К. И поэтому хрену узнаю, что там с этой производительностью будет. Надеюсь, ничего... Бля. Особо страшного. Так, половину хпшки она сняла, пушка эта. Потому что нижняя половина только светится. А, вот. Восстановилась. Ну, хорошо. Все. Разворачиваемся и выматываем нафиг из этих шахт. Нам тут делать нечего. Батарею мы свою взяли. Взяли. Остальное нам неинтересно. Да, вон там находится наш поезд. И возвращаться мы будем вот таким вот образом. Во. Так. Теперь Разряженная батарея идет лесом. А заряженную мы сейчас поставим. Оп. Питание появилось. Погнали. Я больше данных расшифровала, Саша, насчет пещер, которые остались позади. Они называются Ground Zero. Ground Zero. Это место, эти шахты. Это место, где нашли красную материю в первый раз. Доктор Лысенко разработал машину, чтобы манипулировать ей энергией. А ты думаешь, Лысенко и Ирина работают над их экспериментами там? Я удивлен, а доктор имел репутацию там, что-то, блин, не успел перевести. Нахрен делать субтитры так быстро исчезающими, блин. Ладно бы они хоть на русском были. Я бы хоть успевал читать. Ага. Сохранено, и мы куда-то приехали. Конец линии. Похоже, мы наконец прибыли ко второму входу. Так. Огонь имел разрушительный эффект. Может быть, он повредил только некоторые зоны базы. Давай сфокусируемся, видимо, на маршруте. Короче, я так понял, тут было что-то вроде пожара, возможно. О, вот, кстати, грузовые контейнеры. Специальные. В смысле, эти платформы. Давайте попробуем сфокусироваться. А тут пожар, получается, был. А, ну нам туда. Да. Нам заходить по вот этим самым контейнерам. Вот вход, а вот управляйка, которая нам его, думаю, откроет сейчас. Заходи-то, блин. Переводчик. Так, манипулятор. Что пишут? Внимание! Смертельные дроны охраны были выпущены. Да, были выпущены. Это у нас стрелка маршрута, да? Планы железнодорожного депо. Тут указано, как достичь специфической секции. Короче, тут нужно ветку перевести. Там что-то куда-то оно идет. Но оно не двигается. Это нам вот туда нужно открыть. Ага, новый белопроектор. Тут все про дронов. Тут опять про Лысенко и этих дронов. Это он разработал? Доктор Лысенко приказал развернуть охранных дронов. Похоже, уязвимая точка дронов указана на схеме. То есть у него, по сути, крепление рук спереди, пузе, не башка. Ясно, для чего нам пистолетик дали. Вот они, шутерные механики начинаются. А я думал, это механики стрелять по этим, по кнопкам. Ага, ну я думаю, пока мы тут не вскроем, нифига не заработает. Давайте взламывать. Доступ к системе. Выберите медиафайл. Ну, да, все повреждено, как всегда, после, кроме последнего. И это уже начинает немножко раздражать. Ох, ё. Какие дрони еще опасные. Ну, вот, собственно, уязвимая точка. Опасность подрыва, скорее всего. Стас. Он прошел через депо и пошел в основной холл. Кажется, он также смотрел на схемы защитных дронов. Подожди, защитные дроны? Только не говори мне, что они патрулируют зону. Похоже на то. Кажется, Лысенко их выпустил. Доктор? Какого хрена он пытался защитить? Будь очень-очень осторожен, Саша. Эти дроны смертельны. А у тебя нет боевых навыков. Не волнуйся, я буду осторожен. Как это нет боевых навыков, блин? Ну, может быть, у Саши и нет, а у меня-то есть. Просто не включаем фонарь, шеремся по теням и пытаемся снести им пистолетными выстрелами. Вот это вот все. И пистолет тут имеет свойство перегрева. И вот так он охлаждается. Прикольно. Так. Открываем. Выход из депо. Это основной холл. А, подождите, это не холл, это ветка. Это та самая ветка по путям, которые нам нужно пройти, скорее всего. А это что такое? Это типа... Смотреть? Да, это вращать его, чтобы осмотреть. Ну, я понял, да, уязвимые точки, их 4 штуки, они все спереди. Может быть, сбоку башку можно подстрелить. Хорошо. Типа у нас combat skills нету. Ну, хорошо. Зато у нас есть пистолет skills. И так как, кстати, этот самый пистолет не уменьшается по громкости, то есть даже если выкрутить громкость на минимум, он все равно очень громко бахает, то я просто буду молчать, пока стреляю, чтобы потом... Бля! Меня обнаружили! Найди укрытие. Ни хер оси, блин, как сложно. Так, и громко. А еще в него хер попадешь. Он скачет, как ненормальный. Почти. Ёкарный стос, наконец-то. Хрен попадешь в эту тварь, блин. Еще ж... Не знаю, как это назвать. Снаряды из пистолета, они летят-то медленно. Нужно очень сильно на упреждение лупить, чтобы попасть. Ну да, вот ему что-то поотстрелить удалось. Вот, блядь. Сволочь. Вот они, кстати, меткие, пипец, у них снаряды, по-моему, быстрее летят. А, иди нахрен. Влез, он там по ящикам скачет. Готов. Удалось попасть, потому что он был близко. А, все чисто, я больше не вижу дронов. Отлично. Продолжай, Саша. Я надеюсь, это был последний. Типа, смотри, оба. Наверху есть то, что нам нужно, чтобы врубить здесь питание и пройти дальше. Ну... Ну да. Это будет не так просто. Хотя, это будет и не так уж и сложно. Нужно просто примерно вот этим маршрутом идти. И тогда мы попадем туда, куда надо. Ну, опять же. Вся схема у нас тут строится от противного. От очень противного, блин. Но, с другой стороны, опять же, головоломки эти очень простые. Ничего сложного в них нету. Все делается быстро, легко и элементарно. Наверное. Порум-пом-пом. Немножко не настолько элементарно, как я думал, наверное. Провести. Это сюда, сюда. Ну, короче, получается вот такая чушня. Так работает. А вот так нет. А в каком месте это соединить? Что-то как-то сложно началось. Блин. Эти хрени не видно. Тут еще третья была. Вот такая. Вот, блин. Вот эти вот палочки такие коротенькие, блин. Там нифига не видно, потому что ручки эти большие. Ладно, с этим разобрались. Я что-то думал, что там угловая, а там она буквы-то. Вставьте пропуск. На, пропуск. Читай. Доступ запрещен. Закрытая зона. И как нам ее открыть, эту зону? Пропуска-то я тут как-то не наблюдаю. Может быть, где-то есть чье-то тело, с которого можно собрать пропуск. А, я что-то вижу. Здесь образец, который я тебе обещал. Я не заполнял, я не вносил его, значит, в протокол о Грузии. Как проинструктировал меня доктор Лысенко. Я надеюсь, моя помощь будет вознаграждена, Николай Матурин. Это, конечно, все неплохо, но... Как бы... А, пропуск. Блин, а тут еще... Вот есть. О, опять полудурок. Вообще странное место такое. Ну и что тебе надо на этот раз? Кстати, у нас есть пропуск. Считываем. Доступ... Получен... Или должен быть получен от Влада. Так, слышь, ты, что ты хочешь? О, нет, только не ты снова. Неужели я тебя, типа, не предупреждал? Что ты здесь делаешь? Да это вообще не твоего ума дела, да, железяка. А я что здесь делаю, типа... Ну, это одно из многих мест, которые я обслуживаю для моих соратников, типа, комрадов. Ну, типа, не обращай внимания, что это не сильно такое уютное место. Ну, это да. Бля. Какие они слова устаревшие использовать? Я даже не понял, что он тут написал. Что-то уверен, это привязано... К чему-то грандиозному. Ты так не думаешь. Я вообще не могу подумать, что он написал там. Стандартные волгравианские часы. Дизайн очень простой, классический. Стоять. Это же не он мне написал, да? Да, я случайно эти часы просканировал, блин. Ну, конечно же, я здесь только на добровольных началах. А кто-то, типа, тебя, возможно, верит, что это было против моего желания. А ты ошибся. И что дальше? Ну? А пропуск ты мне дашь, нет? А, ну все, код охраны получил от Влада. Ну, спасибо, хоть в этот раз мозги-ка не холить не стал. А то знаем мы его там почини, там монитор протри, блин. Тут вентиляторы почисти, сейчас. Так, сканер input required, да. Требуется сканирование. Используем охранный код Влада. Можно было бы этих боевых дронов вот так рукой одной притянуть, а второй просто расстрелять рядом. Ну, сейчас он опять на нас спустит охранных дронов. Да. Бля, их сразу два. Бля, их сразу три, а не сразу два. Суки. Суки. Уоу, уоу, уоу. Офигирь. Хоть бы щит мне какой-то дали, блин. Фу, нужно отличиться хотя бы, пускай хпшки восстановятся. Блин. Минус один. Блин, перегрев. Минус второй. А хорошее место, кстати. Хоть я и в угол зажат, но тем не менее, они сильно тупы, чтобы меня обойти со всех сторон сразу. Блин, как потно-то, а. Сколько там по здоровью? По здоровью, блин. Черт, а вы скакуны, блин. Как он задолбал скакать. Наконец-то попал. А еще три уничтожены. Прекрасная работа. А ты точно не тренировался в боевых этих навыках? Да тренировался, просто не в этой игре. Блин, как же это хреново с лазерным оружием ходить? У него, блин, заряды медленные. Такой гемор с ними воевать. Секурити код. Давай, открывайся. Я надеюсь, сейчас пятерых на меня не кинут, блин, аначе это будет вообще... Тихо. Я уже вижу. Там накрыт люк, в который нам, скорее всего, надо. Хорошо, что эта тупая камера смотрит дальше. Бета, Стас открыл люк в полу, но я не могу в него попасть. Его защищает турель. И она защищена щитом. Ну, прекрасно. Может быть, рядом есть терминал, чтобы ее отключить? Может быть, и есть рядом терминал, чтобы ее отключить. Да, она защищена щитом. И, кстати, получается, их можно сломать. Если те были без щита. А как так получается, блин? Ну... Да. Кнопочка сломана, как обычно. А можно пройти под этим делом? Да. Под этим делом пройти можно. Теперь надо разобраться, куда идти-то в принципе. Как попасть внутрь-то? Ну, тут закрыто. Как бы отсюда потом опять дроны не полезли. Реально, а как попасть внутрь? Это уже становится, блин... Все интереснее и интереснее. А, я вижу, откуда нужно выстрелить. Там есть открытое окошко одно. Вот здесь. Вот здесь. И нужно выстрелить отсюда. Кошмарно, косой пистолет. Камера, здравствуй. Камера, до свидания. Нас тут не было. Угу. Вот он, люк, в который залез стаз. Увеличенный план железнодорожного депо. Одна из панелей на полу была помечена кружком. Тут ничего не показывает. Нету информации. Чё, взлом? А, порт офлайн. Нет питания. Класс. Ну, пошли питание восстановим. Сохранено. Блин, там... Там кого-то собирают? Из цветов, что ли? Блин, мне ещё цветочных монстров тут не хватало. Ага. Ага. То есть, сюда можно попасть, но нужно что-то сюда притащить, скорее всего. Пурум-пум-пум. Какая-то биологическая ферма. Бета. Здесь красная материя. В гидрогеновых танках. Ну... Похоже, они... Вытаскивали красную материю из Граунд Зеро. Ну, почему так много? Лысенко с ума сошёл? Я могу понять маленькие образцы для исследований. Ирины... Ну, зачем это? Я не знаю, что ей сказать. Я так же удивлена, как и ты. Они здесь играли с огнём. Они здесь играли с красной материей, блин. И, похоже, чуть-чуть доигрались. Ага. Баки. 1, 2 и 3. Те самые. Схематичные изображения... Гидрогеновых баков этих. Это пятые часы, которые я проверял на этой неделе. Если Космобюро... Отправляет нам плохие часы, это не моя проблема. У меня нет на это времени. Ну, да, часы были сломаны, потому что вращались назад. Он увидел тут же аномалию, когда часы назад вращаются. Мы такое уже видели. Мы не достигнем нашей квоты, если остановим извлечение. Они зашли слишком далеко. Они чересчур далеко зашли уже давно. Перестань... Ну, что-то там, не знаю, что. Иначе ты втянешь нас в неприятности. Мы должны прервать извлечение. Эти контейнеры не предназначены для такой материи. И других у нас нет. Но это лишь вопрос времени, когда они начнут течь. Ну, да, и они начали течь. Короче, они закачали красную материю в контейнер, который для этого вообще не предназначен. И они потекли. Но, песец. Питание генератора... Его у нас не планируется, да? А! Я понял. Ха, система, блин. Но тут хотя бы прикольно, визуально понятно, как чего делать. Запустили генератор, и у нас открылось... Открылось вот это. Угу. Тут нужен штурвал и... Штоп... Этот, блядь, штопор, стопор. Который стопорит штурвал в определенном положении. Мы с таким сталкивались. А оно опустится? Нет, оно не опускается. Хорошо. Возможно, нужно сейчас притарабанить вот эту штуку, да. Тут есть специальная держалка, чтобы ввести. Хватаемся. И тащим, какие же они тяжелые. Это ужас. Ее надо притащить под окно, чтобы залезть... Ну, туда. Куда нам надо. Блин, как же неудобно одной рукой это тащить все. И нам нужно открыть вот эту штуку. Я так полагаю, это нужно сделать вот так. И мои часы сигнализируют, что уже время, блин, сейчас. Вибрация-то херачит. Это закрывается, а это откроется? Я вообще не знаю, нафига это закрывать. Одна открывается, другая закрывается. Наверное, это не так работает. Ну, нам нужен штурвал, чтобы вот эту штуку туда и залезть в окно. А где взять штурвал? Туда залезть попробовать, наверх. А оно туда взлетит вообще, нет? А оно туда и не взлетает, нифига. Но там что-то есть, какой-то балкончик. Я так полагаю, кстати. А с этой штуки... Да, можно залезть на трубы. Пройти аккуратно над красной материей. И вот он, штурвал. Это лишнее. Хорошо. Теперь вопрос, где взять стопор. А, кстати, обломок трубы не был стопором случайно. Упс. Я его, кажется, выкинул. Это не есть очень хорошо. Ладно, давайте поищем. По диаметру он как будто... Как-то бы подходил. Он куда-то сюда упал. Вот он, кажется. Нет? А что мы не беремся? Алло. Что, все что ли? Ну, пинцет вообще. И как это тогда должно происходить? Или стопор все-таки отдельно искать надо? О, нет. Оно опускается очень быстро. А стопора что-то я тут не наблюдаю. А, блин. Хрен заметишь, елки. Вот оно. Я понял, да. Это вот так. Потом... Вот оно, блин. Заныкали, пипец. Вот система. Ладно, стопор обнаружился. Наконец-то. Кто-то мог подумать, что его так сныкают. А всего-то для того, чтобы залезть вот в это окно. О, блин. Ну, ладно, сейчас сохранимся. Они здесь изучали красную материю. Я все еще проверяю данные. Давай посмотрим, что они планировали с этим делать. Давайте посмотрим. Посмотрим в следующий раз. Опять же, я надеюсь, что лагодрома здесь не будет. Вроде как видюха уже мощная, блин. А на этом пока закончим. Что ж, всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс. Это был RedMatter2VR. И всем до новых встреч. Всем пока. И помните, что HD-версия выходит раньше, чем версия 2К, которую YouTube обрабатывает дольше. Поэтому, если хотите посмотреть 2К, то придется чуть подождать. Все. Теперь точно всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...